3320 километров тепловых сетей, 2801 котельная. Теплоснабжающий комплекс Кубани вышел на старт в подготовке к отопительному сезону. И не важно, что на улице плюс 30. Если говорить откровенно, состояние сетей неоптимальное. Теплотрассы в регионе в среднем изношены на 67%. Поэтому, чтобы не латать дыры в холодное время, о подготовке к зиме говорили уже сегодня на совещании у губернатора. В крае начинается работа по подготовке к отопительному сезону. К 1 октября все источники тепла, мультипределы должны быть исправны, и паспорта готовности получены. Мы сегодня говорим, говорим, изо дня в день говорим. Понятно, что мы готовим сани летом, но в прошлом году без паспортов готовности остались также, в принципе, одни и те же, наверное, районы, которые из года в год себе позволяют почему-то оставаться без паспортов готовности. Но вопрос же не в паспортах готовности, а на самом деле в качестве подготовки к отопительному сезону. Мы уже не по паспорту, как в народе говорят, а по лицу. Так вот здесь нам надо лицо сохранить, перед жителями края лицо сохранить. За качество тепла, которое мы поставляем в квартиры и в дома. Вот что мы сегодня должны сделать. По распоряжению губернатора в Краснодарском крае ежегодно обновляют по 5% теплосетей. Кроме этого, в текущем году модернизируют 45 котельных, причем за бюджетные деньги всего 13. Остальные объекты – это частные инвестиции. Без привлечения казенного финансирования заменят и больше километра основной теплотрассы Краснодарской ТЭЦ. К ней подключен исторический центр Кубанской столицы. Модернизацию этот участок не видел с 1956 года. Государственное частное партнерство. Именно в этом направлении должно развиваться жилищно-коммунальное хозяйство региона, уверен Вениамин Кондратьев. Подобный формат поможет обеспечить эффективное управление инфраструктурой ЖКХ. Теплоснабжение, несмотря на то, что это направление не входит в список нацпроектов, демонстрирует в крае положительные результаты такого подхода. У нас было 62% сетей в части ветхости. Сегодня мы не только его остановили, мы его начали сокращать, у нас уже 58%. И на снижение мы идем. Поэтому динамика у нас очень положительная. И с учетом того, что если еще два года мы будем таким теплом продолжать, мы в принципе те поручения, которые у нас существуют, мы их ликвидируем. Но не все отрасли так одинаково привлекательны для инвесторов. Например, на модернизацию сетей водоснабжения в текущем году в регионе не заключили ни одного консессионного соглашения. И проблема здесь не только в масштабах износа коммунальных систем, но и в бюрократических проволочках. Сейчас инвесторам необходимо заключать соглашение с каждым отдельным поселением. А если трубы, например, тянутся сразу через несколько станиц, несложно представить, что бумажная волокита может затянуться на месяцы. Сегодня инвестор не хочет возиться с поселениями. Там везде свой глава поселения. Представляете, сколько у нас поселений, возьмем даже средний район края. Проще, конечно, с одним районом заключить, соглашение, и все, и тему закроем. Вот, Алексей Сергеевич, я поручение вам даю. Давайте подготовьте проект закона о том, чтобы передать полномочия с поселений на район. И тогда инвестору будет проще уже заходить со своими инвестициями и заниматься организацией водоснабжения в целом в районе. За последние три года в Краснодарском крае увеличили протяженность водопроводных сетей более чем на две тысячи километров. Именно эффективность работы – главная задача системы ЖКХ региона. Тем более, что по всей стране с сегодняшнего дня повышаются тарифы на оплату коммунальных услуг. Вызвано это ростом цен на топливо и инфляции. Однако никаких произвольных расчетов, что называется, под шумок, быть не может. Любое повышение должно быть обоснованным, обратил внимание Вениамин Кондратьев. В августе жители края получат квитанции с увеличенными платежами. В среднем, еще раз подчеркиваю, на 2,6%. Вот первое, что мы должны сделать за этот месяц, это вести разъяснительную работу с населением. А второе, для любого человека принципиально важна обоснованность платежа и качество, еще раз подчеркиваю, качество выполняемых услуг. Неважно, со стороны это энергоснабжающей организации, водоснабжающей организации, теплоснабжающей организации, мусороуборочные компании. Если уже люди платят за воду, тогда вода должна быть. Если они платят за электричество, то это должно быть стабильным, а не с перебоями, с мерцающими лампочками и потом поломанными электроприборами. Еще и квитанция придет за эти услуги. Услуги, где тариф в среднем на 2,6% подымется. Краевой департамент цен, здесь я прошу максимально взять под контроль тариф образования. И Горжил инспекция тоже подключаетесь. Максимально контролирует и обоснованность сегодня тарифов, которые будут, естественно, приходить в платеж как жителям края. И качество оказания услуг. Первоочередная задача сейчас для жилищно-коммунальной сферы края получить паспорта готовности к отопительному сезону во всех районах. Александр Иванченко, Алексей Комаров, Вадим Волков, Кубань-24, Краснодар.